Не означает ли это то, что пострадают жители, которые просто обычные жители, которые живут там, не относятся к каким-то вооруженным формированиям? Понимаете, на войне не бывает. Это городская война уже. Это городская. Бой в городе, он самый опасный, самый страшный. Людей нужно предупредить заранее. То есть, как это делалось в 2014 году, людей предупреждали уезжайте, потому что начинается война. Та сторона, насколько я знаю, никогда никого не предупреждала, не оповещала. Как стреляла в населенные пункты, так и стреляет. То есть, с нашей стороны будет сделано все, если придется наступать, чтобы мирные жители по минимуму пострадали. Я много слышал о том, что я с 2014 года сам на передовой, неоднократно, и объездил все вдоль Пепперек. И я видел, как идут непрерывные артиллерийские дуэли. Причем непонятно, кто начал. Как по ту сторону прилетает, так и по нашу сторону прилетает. Как возможно прекратить вот эти вот арт-дуэли? Арт-дуэли можно прекратить одним способом. Они отводят тяжелую артиллерию. Мы отводим свою. Но они отводят под нашим контролем. Если они не боятся, пусть приезжают, мы отводим под своим. Это самый нормальный рецепт. То есть мы готовы, чтобы пустить их представителей, чтобы они посмотрели, что мы отводим. Это будет грамотно. Это будет грамотно, да? Это будет грамотно. Мы отводим по другому району Донецкой области, Луганской области. И увидим, что мы отводились. Они начинают обстреливать. Соответственно им летит ответка. Подвозится наша мобильная. Все быстро, все моментально подвозится. Подтягивается. И они получают ответ. Но наши военные стараются, сколько я езжу по передовой, работаю своими людьми. Наши военные стараются бить точечно. То есть по пристреленным позициям боевиков. Мы не бьем в Донецк, в Луганск, в город. У нас сейчас нету таких калибров, которые достанут до города. Это все отведено. С их стороны продолжается вот эта провокация. Сергей, что бы вы хотели передать шестому президенту, гранту? Я бы хотел передать ему набраться побольше смелости. Привет от всех ребят с передовой большой. Я считаю, что президент наш должен мудрости набраться. Так как в политическом плане, я не политик, но на наш взгляд здесь принимаются решения, которые не зависят от самого Зеленского. Поэтому мы думаем, что мы хотели бы видеть чаще здесь Зеленского, чтобы он понимал, чтобы он ночевал здесь с нами. Чтобы видели все, что здесь происходит, кто начинает первый стрелять. Чтобы все поняли, наш президент, мы ему здоровья желаем, конечно. Но мы надеемся на то, что он не допустит ошибок, которые будут связаны потом с потерей территории, потерей людей. Мы надеемся, что он не допустит потери территории в первую очередь. Это что касается развода войск. Спасибо вам, Сергей. Берегите себя. Спасибо. Спасибо.